Всем привет! Это Спортмарафон и обзор на горные лыжи нового модельного ряда от бренда Соломон Стэнс. У меня в руках представитель женской линейки, это Стэнс 88, где 88 это, собственно, неизменно ширина талии, соответственно, под вашим ботинком. Концепция данной лыжи это универсальная женская лыжа с ходовыми характеристиками спортивно настроенной трассовой лыжи. Такая концепция не новая и, в принципе, мы знаем ошибки, которые допускались при реализации данной концепции. И получалось вместо интересного такого универсального варианта на тему горных лыж, получалось такое, то что я называю целеустремленное бревно, когда лыжа, когда лыжа едет вас, а не вы ее. Это проблема в настройке продольно-торсионной жесткости в модели. Здесь же получилось очень интересно. Лыжа действительно обладает трассовой впечатляющей динамикой, и я сейчас расскажу, как удалось этого добиться. Производитель тщательно выверял технологии, особенности профиля и геометрии для того, чтобы получилась действительно классная женская универсальная лыжа с хорошими ходовыми характеристиками. Давайте углубимся чуть подробнее, что же там внутри этой лыжи. Данная лыжа оснащена сердечником из древесины тополя и корубы. Тополь нужен для того, чтобы лыжа была супердинамичная, давала нормальную, правильную отдачу, а коруба в свое время нужна для того, чтобы лыжа обладала меньшим весом. Благодаря этому лыжа получилась достаточно легкая, при этом ходовые характеристики остались ее действительно на высоте. Кроме деревянного сердечника в конструкции лыжи используется лист металла, а точнее сказать титанала. Он расположен сверху от деревянного сердечника, и в отличие от классического титанального листа, он имеет два окошка, которые вырезаются лазером. Собственно, их можно увидеть на поверхности лыж. Под топшитом ощущается такая специальная текстура, и это как раз то окошко и есть. Оно, более того, заполнено специальным волокном. В Соломоне его называют суперволокно. Оно содержит в себе волокна карбона в сочетании с волокнами льна. Плюс здесь добавлена строчка из базальтового волокна. Такое решение позволило сделать вес лыж действительно минимальным и при этом создать в нем максимально мощные ходовые характеристики. Благодаря этому лыжи действительно позволяют держать жесткую трассу. То есть вы можете кататься на данных лыжах с утра по звенящему вельветовому склону с впечатляющей скоростью и дать фору многим мужчинам, даже на спортивно заряженных лыжах. Но основное преимущество данных лыж не в этом. Основное преимущество данных лыж в том, что они многоцелевые. То есть за счет того, что у них 88-я талия, для женских лыж это немало. У них хороший рокер. И вот за счет вот такого сочетания профиля и геометрии лыжи оказываются супервездеходные. Также давайте разберемся подробнее почему. Во-первых, под ногами у нас чистый кембер. Он отвечает за сцепление. Вместе с боковой стенкой и с таким вот мощным сердечником работает очень круто. Спереди у нас рокер. Он занимает довольно большую поверхность лыжи и за счет такого большого и длинного рокера лыжа легко преодолевает различные неприятности на склоне, которые могут появиться во второй половине дня. Такие, например, как бугры или свежевыпавший снег. Поскольку жесткость лыж распределена продуманно и последовательно, носок мягче, пятка тоже мягче, это также неминуемо играет свою роль в ходовых характеристиках. Несмотря на то, что у лыж достаточно длинный радиус, это 17 метров на 161-ю ростовку, лыжа позволяет кататься в том числе и короткими и средними дугами, ну, соответственно, при вашем умении, за счет того, что носочная область у нее достаточно мягкая. То есть лыжа легко гнется в поворот. Это бонус не только к проходимости лыжи, но и в том числе к ее маневренности. Ее легко загнуть в короткую и среднюю дуги при достаточно длинном радиусе. Длинный радиус, в свою очередь, обеспечивает большую стабильность на большой скорости. То есть если вы любите кататься агрессивно длинными дугами, то на этой лыжи это можно делать только в пути с большим удовольствием. Мягкая пятка, сравнительно мягкая пятка, то есть она такая же мягкая, как носок, позволяет прощать огрехи в технике. То есть если вы откинулись немножко назад или допустили какую-то ошибку в введении, лыжи вам это прощает. И это очень приятно. То есть, с одной стороны, вы получаете такой достаточно агрессивный болид, который позволяет вам кататься в передней стойке на большой скорости с перекладыванием лыж из поворота в поворот. А с другой стороны, когда вы хотите уже расслабиться немножко во второй половине дня, когда катальный день уже идет под конец, эта лыжа вам позволяет это сделать. И это очень приятно. Итак, резюмируя все вышесказанное, получилась очень классная трассовая универсальная лыжа, которая подходит для того, чтобы кататься весь день напролет. Она очень круто держит жесткую трассу, в том числе и лед, кстати. И при этом за счет своей геометрии, особенностей начинки и особенностей расположения продольной жесткости, она позволяет кататься с комфортом на коротких дугах. Она позволяет легко и играючи преодолевать все бугры и свежевыпавший снег на трассе. И благодаря этому вариативность ее применения супер большая. Она подойдет тем, кто ищет одну лыжу на весь день и на любой курорт, и кто не хочет заморачиваться со сменой лыж. То есть, вот хочу кататься с утра и до самого вечера на одной лыжи и не думать о том, что мне могло бы быть лучше на какой-то другой. И она действительно для этого подходит. Аудитория данной лыжи — это девушки, которые катаются хорошо. То есть, они знают, как вести лыжи параллельно, как класть их на кант, как перекладывать лыжи из поворота в поворот. То есть, все это вам нужно уметь для того, чтобы максимально хорошо реализовать потенциал этой лыжи и наслаждаться своим катанием. На многих сайтах написано то, что лыжа суперэкспертная и подходить к ней не стоит со средними навыками. Это не совсем так. То есть, это не супертрассовый какой-то болид, типа Фишера RC4 Curve, который требует вот практически спортивной подготовки. Лыжа требует навыка, но не экспертного. И, как я уже говорила, за счет особенностей своего профиля, то есть, за счет комфортного рокера, за счет комфортной пятки, она прощает ошибки. И вы можете ее использовать как для агрессивного катания, так и для достаточно расслабленного. Как-то так. Всем зима, всем снег, всем пока!